В Петербурге открылась выставка «Романовы. Царственные покровители искусства». Скульптурные и живописные портреты императоров и их семейств собраны в одной экспозиции в Музее Академии Художеств. Некоторые из экспонатов представлены публике впервые. О том, какие сюрпризы ожидают посетители выставки, знает Ксения Голышева. Еще в 1913 году в этих залах готовилась выставка, посвященная 300-летию рода Романовых. Но ей так и не суждено было состояться. Однако некоторые из тех экспонатов прошлого мы можем видеть сегодня, спустя столетия. Бал в Кремле – торжественный стол символа самодержавия. 14 монохромных рисунков для коронационного альбома Александра II выполнил придворный художник Михаил Зичи. Потом с них создавались акварели и во Франции печатался сам альбом. У каждого государя таким образом оставалась память о торжественном моменте его коронации. Вот у нас уникальный материал, поскольку именно коронационный альбом Александра II пострадал больше других. И, насколько мне известно, существуют, сохранились до наших дней только две акварели. Еще один экспонат в Рафаэлевском зале, который петербуржцы видят впервые – это устав Академии художеств. Его собственноручно подписала Екатерина II, когда подарила Академии независимость от Московского университета. На тонком пергаменте акварелию написан портрет Екатерины и эмблемы царской власти. В форме аллегории представлены все изящные художества, которые преподавались в Академии. Живопись, вояние, зодчество. Все это очень хрупкое, подвергается, не должно, вернее, подвергаться воздействию света и цвета. И каких-то атмосферных таких воздействий не должно быть. Поэтому мы его не выставляем. Особый интерес представляют подлинные фрагменты росписи Таврического дворца. Они украшали комитетскую комнату, библиотеку. Их сняли еще в начале 20 века. Тогда, по приказу Николая II, в Таврическом дворце должна была заседать Госдума. И здание решили отреставрировать. Шедевры хранились при дворце, а потом их вовсе решили уничтожить. Некоторые из росписей попали в музей. Реставраторы подарили им вторую жизнь. Помнить историю, помнить нашу императорскую семью, трагически ушедшую, помнить те времена. Это нужно не потому, что мы должны оборачиваться назад и вспоминать, как было хорошо. Нет, для того, чтобы смотреть вперед. Потому что осталась русская культура, осталась русская история, осталась эта удивительная русская матрица, которая в каждом из нас живет. Экспозиция будет открыта до середины декабря. За это время посетителей выставки ожидает еще немало открытий.